Область политической лингвистики сравнительно молодая для прикладной лингвистики. Это часть прикладной лингвистики, безусловно, и само сосочетание стало активно использоваться с 90-х годов 20-го века. Направление деятельности специалистов в этой области заключается в первую очередь в исследовании в целом политической коммуникации. Это с одной стороны. А с другой стороны это разработка рекомендаций по тому, как правильно строить политическую коммуникацию. Это же довольно большая проблема, особенно для обществ, в которых политическая традиция была очень сильно ограничена из-за того, что существовали какие-то ограничения в сфере политической коммуникации. В частности, для режимов авторитарного типа, конечно, реальное общение в этой области было закрыто. Если вспомнить советские времена, то тот язык политический, который использовался в политической сфере, в СМИ, он был чрезвычайно ограничен, и он был заштампован. В нем было огромное количество штампов, устойчивых оборотов, которые по Орвеллу ограничивали мышление людей. То есть был какой-то штамп, и вот он использовался всегда, и нельзя было от него отойти. И именно поэтому многие исследователи, которые изучали на Западе советский политический язык, они его называли деревянным. Вот по-французски этот язык назывался langue de bois, то есть деревянный язык. Но по Орвеллу это newspeak, там речекряк такой. И в чем его была особенность? В том, что необходимо было обеспечить какую-то видимость коммуникации. То есть реальная коммуникация не нужна была, потому что не было реальных политических субъектов. И комсомол, и партия, и профсоюзы. Это же не были отдельные политические субъекты, которые спорили между собой, которые как-то, так сказать, боролись за внимание избирателей и так далее. Ничего этого не было. Реальной политической коммуникации не было. Именно поэтому, когда я еще в аспирантские годы, и чуть после аспирантуры, когда я поступил работать, я работал в этом и суть международных отношений, то было интересно видеть, как наши специалисты, ну, как сейчас бы сказали политологи, они обсуждали изменения какие-то в сфере политики по тому, кто первый выступал на съезде КПСС. Вот кто первый, кто второй. Ну, первый, понятно, это генеральный секретарь. А кто идет дальше? А кто вот, так сказать, какова, так сказать, последовательность людей? То есть было важно не то, что говорят, а, так сказать, антураж, как это все, как это все устроено, потому что знаковый характер имела именно последовательность, именно синтактика знака, а не его содержание. Эта особенность русского политического языка, а точнее советского политического языка очень обыгрывалась в литературе. Там, в частности, у Галича есть цикл стихотворений о знатном рабочем. И вот в одном из этих стихотворений он выступает, так сказать, на каком-то, так сказать, совещании, на каком-то собрании, и ему дают речь, которую он читает. Он до этого ее не читал. Оказалось, что ему по ошибке дали речи от имени матери героини. Ну, он читает от имени матери героини, что вот клеймим мы там всякую, значит, американскую военщину там и так далее. И он думает, что сейчас будет скандал, потому что понятно, что он говорит не от своего лица. Но обнаруживается, что все спокойно это выслушивают, а председатель собрания еще по той к нему после этого говорит, хорошо, ты им дал, по-рабочему. То есть вот идея, что важно не суть, там важно не содержание знака, а то, как этот знак реализуется. И участие в произнесении этого знака, да, или знаков, да, более важно, чем само содержание. Потому что содержание стандартное, оно не меняется, а вот то, что ты поучаствовал в этом, значит, отмечается и становится, так сказать, значимым для политической коммуникации. И когда в 90-е годы там эта коммуникация рухнула, она рухнула довольно быстро, обнаружилось, что вот эти политики, которые привыкли говорить вот таким языком, этим деревянным языком, ньюспиком, они не в состоянии сказать какие-то мысли, которые, может быть, даже у них есть, но их никто не учил. И они не в состоянии функционировать как спикеры реальных политических субъектов. И вот, конечно, процесс формирования реальных политических субъектов в 90-е годы, это очень интересный процесс, который исследуется в политической лингвистике. И это, конечно, такая сфера, которая показывает, насколько гибок естественный язык, насколько он способен приноровиться вот к этим сильным изменениям, которые происходят в обществе, и как быстро меняется лексика политического языка. А лексика политического языка – это одно из направлений, которые исследуются в политической лингвистике. В целом в политической лингвистике используются разнообразные методы исследования, не только традиционные, известные, например, из сферы семантики, исследования значений слов, например. Но и такие методы, как контент-анализ – это способ исследования большого массива текстов для выявления интенций и намерений авторов этих текстов, которые не выражаются в явном виде. Эти интенции очень часто скрыты. И часто мы наблюдаем, что говорится одно, а имеется в виду другое. И вот контент-анализ позволяет вытаскивать это скрытое знание. И оно очень важно и для практической политологии, и для исследования функционирования языка как такового. Но я приведу вот еще один пример, который, мне кажется, очень характерным. Это то, как российское общество относится к феномену коррупции. Если исследовать метафоры, которые используются по отношению к понятию коррупции, то видна очень интересная закономерность. Обнаруживается, например, что есть ли пропорциональная структура текстов или явленная структура текстов – это то, что люди говорят о коррупции. Это сугубо отрицательно. То есть говорят, что это плохо, с этим надо бороться, это опасно для нашего общества, это опасно для нашего будущего, это мешает развитию экономики и так далее, и так далее, и так далее. Это пропорциональная структура текста. Но когда исследуются метафоры, которые сопровождают использование этого понятия или те, так сказать, метафорические осмысления, которые свойственны нашему обществу, когда обсуждается понятие коррупции, то мы обнаруживаем, что там, например, отсутствует конфликтная метафорика, отсутствует военная метафора. Вообще военная метафора – одна из наиболее употребительных в русском политическом дискурсе. Со времен Сталина она была чрезвычайно активна, и в период перестройки она была по частоте употребления вторая после метафоры персонификации. Персонификация – это олицетворение, это когда мы придаем свойства живого неживому. И это самая частая метафора, потому что она присутствует во всех языках мира. Это типичный способ осмысления действительности. Но вот оказывается, что в русском политическом дискурсе военная метафорика стандартно занимает второе место. И вот удивительным образом для осмыслений коррупции в военной метафоре отсутствует вообще. Спортивная метафора, то есть идея соревнования, спора и так далее – это тоже конфликтная метафорика. Отсутствует полностью. Отсутствуют рациональные метафоры. Это осмысление коррупции как здание, строение. А здание, строение легко перестраивать. Ведь чем важна метафора вообще, и политическая метафора в частности? Тем, что она обеспечивает процесс принятия решений. Дело в том, что когда человек сталкивается с некоторой проблемой, он ищет альтернативы решения проблемной ситуации. Но чем шире поле альтернатив, тем более удачно он может принять решение. И вот оказывается, что метафора обеспечивает вот эту вот как раз сферу альтернатив решения проблемной ситуации. В зависимости от того, какую метафору вы используете, у вас и появляется сфера принятия решений – более широкая или более узкая. Например, если вы осмысляете что-то, скажем, понятие перестройки, осмысляете как строение дома, а вообще ведь изначально перестройка – это архитектурная метафора. Дом можно перестроить легко. То есть вы можете сделать разные двери, поменять местоположение комнат, дверей, перекрыть, скажем, крышу и так далее. То есть разнообразная сфера приложения ваших усилий, огромная область принятия решений. А если вы осмысляете перестройку как сель, как буря, которая налетела на вас, то тут у вас принятие… то вы очень сильно ограничены в принятии решения. Но вы можете спрятаться как-то от бури, закрыться от бури, от селя, от грома. И вот оказывается, что коррупция осмысляется в основном как жидкость, которая смазывает детали государственного механизма, как вода, которая течет сквозь руки, как некая почва, на которой растут растения, как некое болото. Понимаете? То есть процесс принятия решений в этом случае очень сильно ограничен. И общество выступает не как активный субъект, который делает что-то, а как пациент, как что-то с чем или с кем делают что-то. И вот это показывает истинное отношение общества к проблеме коррупции, потому что оказывается, что этот феномен осмысляется как нечто естественное, что присуще всем нам. И это очень интересная проблема, с которой нужно делать что-то и общество в целом, и власти, и политологам, политикам. Это один из примеров того, какие исследования проводятся в области политической лингвистики. Есть, конечно, и другие приемы, анализа языка и выявления состояния общественного сознания, с одной стороны, а с другой стороны, разработка приемов воздействия на это сознание, на людей с тем, чтобы получить какие-то важные результаты и добиться чего-то, что ставят перед собой политики. Это вот там вкратце, это проблематика политической лингвистики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok